Доброе утро, Полтава! Сегодня 30 марта 2017 года, мы в офисе 1580. Доброе утро, Сергей Станиславович. Что у нас произошло за последние сутки? За прошлые сутки у нас была работа для наших экстренных служб, особенно для пожарной службы. За вчерашние сутки поступило 5 вызовов о пожарах. Один из них это на Мироненко 4 на стоянке Горева автомобиля Рута. Три пожара, возгорание сухой травы и веток. Я понимаю, что возможно кто-то палит. Это быстрее всех пожарных. Но все равно пожарника вызывают, им ничего не остается, кроме как тушить. И последний резонансный случай на Ивана Мазепе 45-4. Пожар возле Универсама. Все мы уже вчера видели, активисты подпорили остатки строительной площадки. Тоже выезжала туда пожарная машина, тушили. Но, я понимаю, не особо хочется здесь в эти политические вопросы. Но тем не менее, люди, которые нас смотрят, должны знать, что вызов пожарной машины стоит очень недешево. И, скажем так, в этот момент она могла быть там, где она должна была быть. Не дешево это сколько? Десятки, сотни гривен, тысячи? Ну, я думаю, что это в тысячах. В тысячах, ну это надо выяснять. Уже интересно. Да, то есть информация, которую мне дали именно по этому пожару, что еще будут подсчитывать убытки, которые понесли. То есть конкретно сумму мне не назвали пожарной. Не, ну то, что ЧПшники там понесли убытки, это одно, а то, что пожарная машина, это второе, это бюджет. Это наши деньги. Да, мы платим налоги и содержим пожарную службу. Также на Грушевского поступила информация о ножевом ранении. В принципе, из чрезвычайных происшествий все. Продолжается наша эпопея с Полтавагазом. На Европейской 24-42, один из автомобилей вчера, я так понимаю, что это автомобиль, который выгружался возле Фокстрота, повредил газопровод. Полтавагаз выехал, устранил утечку газа, но ремонт они не осуществовали. То есть замену трубы они не проводили, говорили, что это должен делать ЖЭК. Ну, насколько моя позиция, еще раз говорю, я не могу понять, почему есть, если мне правду сказали, что действительно этот, на отгрузке на Фокстроте, их автомобиль повредил трубу, почему должен ЖЭК возмещать и проводить работы по замене трубопровода, тем более, когда у них это не включено в тариф, и я сомневаюсь, что у них есть именно специалисты газовики. То есть, ну, будем разбираться, я уже руководству информацию эту донес. Также за прошлые сутки у нас, в принципе, как и обещалось, ночью был дождь, температура ночью 0, плюс 2, и сегодня днем существенное похолодание, плюс 5, плюс 7. Нас сегодня обещают небольшие осадки, ну, в принципе, думаю, жару еще раз, пока по отопительному сезону, рано говорить, чтобы выключать отопление. По лифтам мы еще немножко лифтов закрыли, на сегодняшний день у нас 23 лифта остановленных, ну, в основном, конечно, тут уже идут капитальные работы, которые еще на длительный период, но будем стараться закрывать. То, что у нас сейчас по-поточному мы можем, держим на контроле, будем стараться закрыть. Ну, вот такие события за последние сутки. Спасибо большое, удачи, мониторим дальше. КОНЕЦ КОНЕЦ